49-я Владимирская школа. Сегодня здесь по расписанию прием первых лиц со всего региона. Это главы районов и руководители советов народных депутатов. Раз в полгода они встречаются в таком составе в разных районах, чтобы в первую очередь отменяться наработанным опытом. Во Владимире 49-я школа для встречи важных гостей была выбрана не случайно. Это одно из новых образовательных учреждений областной столицы. Сейчас здесь учатся более 1600 ребят. Мы выигрывали уже областной региональный конкурс лучшей школы Владимирской области. У нас два учителя-победителя городского конкурса «Учитель года». А в этом году 49-ю Владимирскую школу еще признали и одной из самых красивых в стране. Это учебное заведение стало победителем Всероссийского конкурса школьных пространств. В учреждении постоянно работают над новыми образовательными проектами и усовершенствуют систему обучения. О том, как важно социальные учреждения не просто строить, но и вкладываться в их развитие, речь шла и на заседания. Здесь основными спикерами выступили первые лица областной столицы. У меня сегодня, как представитель исполнительного органа власти, была возможность обратиться непосредственно к нашим законодателям, к представительным органам. И, в принципе, в своем выступлении я и обозначил ряд моментов, что хотелось бы, чтобы законодатели на это обратили более четкое внимание. Это, прежде всего, и аварийные переселения, и вопросы. Есть нормативные документы, которые мы сейчас готовим для того, чтобы выйти в ЗС, для уточнения тех или иных позиций. Проблемы, которые обсуждались на заседании, актуальны фактически для всех районов. Общественный транспорт, уборка территории, ремонт дорог и отдельное внимание уделили вопросам создания комфортной городской среды. Естественно, состояние дворовых территорий волнует жителей в первую очередь, потому что они там проводят практически все нерабочее время. Активно работаем с жителями по вовлечению в программу комфортной городской среды. Депутатские наказы тоже связаны в основном теперь с благоустройством дворов. Это и ремонт тротуаров, это и детские спортивные площадки. Областные парламентарии солидарны с коллегами. Территории нужно благоустраивать активнее. Создавать новые общественные пространства, преображать дворы. И на эти цели бюджет со следующего года решили увеличить. Таких средств никогда, наверное, около 2 миллиардов рублей будет выделено в 2024 году на благоустройство дворов и придворовых территорий. Ну и придворовых дорог, которые не считаются дорогами общего пользования, а именно для наших граждан, для наших детей. Ну это просто замечательно. Говорили первые лица районов сегодня о развитии спорта в нашем регионе. Об этом речь шла уже в Ледовом дворце Владимир. Гости оценили инфраструктуру арены. Льда здесь сейчас хватает в основном только для подготовки спортсменов. Собственно говоря, это база для учебно-тренировочного процесса детской и ненужной спортивной школы номер 8, которая работает по двум направлениям. Это хоккей с шайвой и фигурное катание. На протяжении нескольких лет вопрос с скрытыми катками в областной столице стоял остро. Льда не хватало. В том числе для подготовки спортсменов и проведения соревнований. Сейчас же проблему удалось решить. В Владимире готовят к открытию после реконструкции «Полярис». И это один из примеров работы властей с частным бизнесом для решения социально важных задач. Как раз-таки тот опыт, которым могут воспользоваться главы городов и районов для развития своих территорий. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».